15 января сотрудники Следственного комитета Российской Федерации отмечают профессиональный праздник. В этом году ведомству исполняется 10 лет. С 15 января 2011-го Следственный комитет России стал независимым федеральным государственным органом, осуществляющим полномочия в сфере уголовного судопроизводства подчиненным только главе государства, президенту Российской Федерации. В компетенции следователей СК расследование тяжких и особо тяжких преступлений против жизни, здоровья и конституционных прав. Преступления, совершенные должностными лицами, в том числе коррупционные. Тяжкие и особо тяжкие преступления, совершаемые несовершеннолетними и в отношении них. Только в 2020 году в производстве следователей Регионального следственного комитета находилось свыше 2000 уголовных дел. Завершено расследование 1250. Расследовано 77 преступлений прошлых лет. 430 тяжких и особо тяжких. В суд направлено более 70 дел об убийствах, 64 уголовных дела о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности. За 10 лет существование следствия выросло не только профессионализмом сотрудников, но и новыми технологиями. Техническое оснащение, конечно, того, что было в начале, и то, что сейчас, это, конечно, небо и земля. То, чем владеют сейчас следователи, возможности не только криминалистических подразделений, экспертных подразделений, но и самих следователей. Это, конечно, очень впечатляет и позволяет следствию, конечно, проводить очень интересные мероприятия. Ну, я просто сравниваю тогда, когда я начинал работать. Например, была очень острая дискуссия в кругах о повсеместном дактилоскопировании. Закон о дактилоскопировании был. То есть, ну, предлагалось вести дактилоскопический учет сначала всего населения, потом, значит, определили, что все-таки достаточно правоохранительных органов и людей, которые занимаются опасными профессиями с риском для жизни и здоровья, для того, чтобы там в случае необходимости можно было их идентифицировать. Но какое-то тогда вызывало дискуссию, да, о том, что, ну, это же нарушение прав человека, там, дактилоскопирование, простите, сейчас мы в каждом банке даем сетчатку глаза, там, образцы голоса, там, и все такое. Безусловно, это и для следователей, и какой положительный момент. Но главным критерием в расследовании преступления по-прежнему остается человеческое общение. За эти 10 лет в Следственном комитете налажено взаимодействие с органами законодательной и исполнительной власти. Прокуратуры, контролирующими органами, а также с оперативными службами территориальных органов ФСБ и МВД. Реализовывается политика открытости деятельности следственных органов. Совершенствуется механизм прямой связи с жителями региона.